Мне позвонила одна милая женщина, и она считает, что у нее в доме духи. Ты хочешь стать героем? Зачем тебе кошка? Она не твоя? Ни разу. Особняк с привидениями. Новая семейная комедия с обалденным актерским составом. Мать-одиночка нанимает экстрасенса, священника и историка, чтобы они могли изгнать нечистую силу из недавно купленного особняка. Но, как оказалось, сделать это не так-то просто. 999 душ обитают здесь, но всегда есть место для еще одной. Нет. Призрак, пугающий других призраков, это же нечестно. Вы не страшные? Не чуточки. И кроме тебя, разве? Ты можешь отвернуться, пока я не закончил речь? Спасибо. Особняк с привидениями. Итак, Фрэнк. Он сейчас здесь? Готов повеселиться? О, боже! У нас привидение. Обалденная фэнтезийная семейная комедия, которая точно вам понравится. Семья переезжает в новый дом, на чердаке которого, как выяснилось позже, живет привидение по имени Эрнест. Но оно довольно дружелюбное, и теперь новоселам предстоит выяснить, что с ним произошло, попутно снимая с ним ролики на ютюб. Говорить можешь? Что с тобой случилось? Эрнест! Не помнишь? Это Эрнест! Никаких сожалений. Освободите... свой... дух. Нам приказали задержать призрака. Поджарьте его! Отвали! Да, жизнь вне закона тебе идет. Где Эрнест? У нас привидение. Слышак, а что за белый парень? Я белый парень? Но не я же. Я белый парень, точняк. Что за люди? Офигенная комедия про отношения с обалденным актерским составом. Молодая пара и их семьи учатся уважать современную любовь на фоне столкновения культур, ожиданий общества и различий между поколениями. Боже, ты такая красивая! Я считаю, что полиция облажалась по отношению к чернокожим. Твоя семья, моя семья... Не знаю, что из этого выйдет. Что за люди? Супер Алиби 2. Продолжение одной из лучших комедий Супер Алиби. Вас она точно сильно насмешит. После закрытия собственного агентства над амбициозным Грегом навис неожиданный страх потерять свою возлюбленную Фло. И он предлагает ей руку и сердце. Перед свадьбой родители Фло хотят встретиться с родителями Грега, что ставит жениха в крайне неудобное положение, поскольку его отец является мошенником, а мать разнузданная бывшая актриса. Заручившись поддержкой своих друзей Агюстена и Мехди, Грег решает временно открыть агентство, чтобы найти мужчину и женщину, которые согласятся сыграть роль его родителей. Однако, тщательно продуманная афера Грега идёт не по плану. Кокаиновый медведь Прикольный комедийный триллер, основанный на реальных событиях. В 1985 году контрабандист Эндрю Торрентон сбрасывает с легкового самолёта партию наркотиков над национальным парком в штате Джорджия, а затем прыгает с парашютом, но небрежно ударяется головой, теряет сознание и разбивается насмерть. Одну из пачек с кокаином обнаруживает и проглатывает чёрный медведь, в результате чьего становится крайне агрессивным, энергичным и непредсказуемым. Сюжет сосредоточен вокруг группы полицейских, преступников, туристов и подростков, которые пытаются выжить в лесу и окрестностях маленького городка, где разбушевался 500-килограммовый хищник. Сверхищник. Под кокаином. Ребятки, вам конец. Нам сегодня так повезло. Пристрели его! Всем спасибо за просмотр, если вам понравился ролик, то пожалуйста поставьте лайк, напишите комментарий, опишите пожалуйста как вам формат, что следует изменить, что добавить, что вообще надо сделать, или так всё устраивает, надо продолжать. И пишите также какие топы сделать, обязательно всё сделаю. Подписывайтесь на мои иные соцсети, ссылки в описании, ну и всего вам доброго, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok